Солнце, море и пляж. Турецкой Анталии уже есть, что предложить отдыхающим этой весной. Но Тани Маскаль не до отдыха. Пока двое её детей беззаботно играют у воды, украинка думает о войне в родной стране. Когда началось вторжение, киевлянка бежала с детьми через Румынию в Турцию. Некомфортные ощущения могут вызывать то, что я не знаю, кто меня окружает, какая их национальность, откуда они приехали, какой их настрой, допустим, на мою национальность, на мою страну. Анталия – популярное место отдыха для туристов из России, страны, которая вторглась на родину Тани, в Украину. Она знает, что большинство россиян поддерживают политику Путина. Те же россияне, с которыми мы пообщались на пляже, неохотно комментируют войну. Любим свою страну, да, как и любим своих людей, наше окружение в России, но мы понимаем сейчас то, что происходит в Украине. Поэтому мы не считаем, что российские люди в чём-то виноваты. Но есть люди, которые верят российскому телевидению, где показывают, что украинцы сами на себя напали и как бы сами с собой воюют. До войны два миллиона украинцев также ежегодно приезжали на отдых на Турецкую ривьеру. Сейчас же ситуация изменилась. Однако турецкие туроператоры надеются, что в страну будут приезжать больше россиян. Многие здесь рады, что Турция не присоединилась к санкциям против России. Для нас российский рынок потенциально может обеспечить 50% всех туристов в будущем. Россия заверила нас, что в ближайшем будущем сюда смогут ежедневно летать до 30 чартерных самолётов. Турция – одна из последних стран Европы, куда россияне ездят без ограничений. Даже олигархи, которые паркуют здесь свои мегаяхты, могут не бояться санкций. Президент Турции Риджеп Таип Радаган называет и Украину, и Россию друзьями. Он предложил себя в качестве посредника между двумя сторонами, однако пока безрезультатно. Таня Маскаль и её дети живут сейчас у турецких друзей. Эти две семьи знали друг друга ещё до войны. Мы стараемся отвлечь её, чтобы она не смотрела так много новостей. Иначе она не переставая плачет. Всё это очень тяжело. Но отвлекающий манёвр не всегда срабатывает. Муж Тани остался в Киеве. Я не хочу вернуться на свою родину, в свою Украину. Но мне страшно, я не знаю, я вообще не понимаю, как я буду жить дальше. Десять лет, четырнадцать изнасилованы, лежат в больнице. Часть беременных, это правда, есть доказательства. Мальчиков маленьких насилуют. И вот даже здесь, в горах, в Анталье, Таня постоянно думает о военных преступлениях, которые совершаются у неё на родине. В то время как российские туристы загорают на пляжах. Вы знаете, я очень спокойный человек и не конфликтный, это правда. Я не начинаю конфликт первое никогда. Я всегда за мир, всегда я была за мир. Вот всегда была моя позиция такая. Я не хочу вообще даже разговаривать ни с кем. Отдохнуть всей семьёй под солнцем Анталии – вот чего хотела бы Таня Москаль в этом году. Но вместо этого каждое её посещение пляжа в оси дни превращается в кошмар.